Всем привет, с вами Кустрян. И я продолжаю проходить народную солянку с объединённым паком 2. Это уже 27-я часть, и давайте начнём. Пришёл я на Агропром, чтобы... ...отдать наконец-таки мини-ган-бате Адреналину, который он заказывал. Хелло, Адреналин! Был я на Янтаре. Ну и где пушка? Вот твоя бандура. Вертуха одна была и прилетела не сразу. Не знал я точно, когда военные там покажутся. Забирай винтовку, да возьми ещё арт в придачу. СВД дальнобойщик и огненная душа. Вот так вот. Но вот этот квест брать его не буду. Он очень-очень такой вот... ...интересный. Нужно найти... Ну, чтобы он нам отдал вот этот мини-ган-бате, мы должны для него добыть обычных мини-ганов штук 15, пулемётов, патронов. Короче, всего-всего-всего. Но это не сейчас я буду этот квест брать, и не скоро я его вообще буду выполнять. Вот так вот. А теперь будем отправляться по остальным заданиям. Сейчас пойдём искать дневник призрака, пожалуй. И, наверное, встретимся тогда уже с вами у тайника. До тайника бежать тут на самом деле недалеко, но самое главное, что тут у нас будут гости. И советую подготовиться к атаке. Если у вас есть какие-нибудь мины... ...или зревчатка какая-нибудь, то используйте. Мой вам совет. Ну, хотя, можете попробовать и сами отбиться. Вот он, тайник. Так, тут мы видим дневник призрака сильно потёрт. Почти на всех страницах подтекли чернила, аптечки, бронебойные патроны и водка. Забираем. И что мы видим? А, видимо, как на нас засаду тут устроили. Так, со всеми разобрался. И теперь давайте посмотрим, кто это были. А это Мстители. Так, вот этот вот тушкан он вообще... Опа. Сами всё забираем. Отлично. Теперь можно и кейс для Сахарова забрать. Ну что ж, добрался я почти что до кейса. Поставил две противопехотные мины, которые достала своего тайника. Одна где-то там, а другая там. Ну что ж, теперь давайте заберём кейсик. Не будем отражать атаку. Командир, мы запеленговали сигнал ради маячка с украденого кейса. Оцепляем район. Командир, наверное, такой, да вы чё, блин, вы ж в обществе пишете. Вы со своём уме. Да? Идиотик, переговор во внутренней связи. Вот так вот спалились, товарищи, на ровном месте. Что-то на мою мину. Хочешь разминировать. Не, не получится. Какие-то... Никуда... Туда... Куда не надо вообще поставить эти мины. Филе табак. Лучше бы ты помог с военными справиться. Опа-на. Стреляют уже. Тогда тюбинокль посмотрим. Ага, вот он один. Мчится там. Готов. Ух ты. Чё-то круто. О, там стреляют уже. Так, может, гранату он туда за... О, М-61. То, что надо. Да что мне твоя арена? Так, подранил его. А не, ни хрена не подранил. Аж гранаткой подствольной поделился со мной. Кто-то что там стреляет, гранат. О, слушайте, вот поставил противопехотные мины, а они не действуют вообще. Так, этого всё-таки гранаткой зацепило так хорошо. О, их за скелет у тебя и ПКМ. О, крутой. Товарищ, только у меня уже веса не хватает. Так, наверное, вот эти патроны я сложу. Да, блин. Засада. Двигаться не могу, делать ничего не могу. Ладно, сюда пока что сложу это всё, потом продам. Так, на агропроме вроде всё. Теперь можно отправляться на кордон. Хотя посмотрим. Хотя посмотрим. Где у нас ещё дела не закончены имеются. Ну что ж, я уже на кордоне на АТП и дошла очередь до инструментов для Долговязова. Давайте я покажу, где они находятся. В основном, большая вероятность того, что инструменты могут быть вот здесь. Но в моём случае они находятся в совсем ином месте. И сейчас я это место вам покажу. Так, сначала нужно забраться вот сюда. Но можно, конечно, и по балкам этим забраться. И вот они, инструменты. Теперь давайте отправляться в деревню новичков. Адам дипломат, фанат. Да, дождичек, конечно, проливной оказался. Так, эти что-то товарищи не поделили. И тебе привет. Здорово, языкастые. Вот вы чемодан. А чё мокрое-то всё? В соплях каких-то? Слушай, я, наверное, не с продуктовой базы еду. Ладно, ладно, остынь. Вот тебе слюда. С её помощью телепортный янтарь открывается. Так, ещё прогоняют меня тут. Товарищи. Ладно. Теперь пойду, наверное, к проводнику. С ним надо по сюжетной линии поговорить. Дошла очередь и до проводника. Ну что ж, давайте тогда с ним поговорим. Проводник, мне нужно встретиться с доктором. Смотри-ка, откуда ты знаешь о докторе? Меня послал призрак. Помоги мне срочно. Нужно связаться с доктором. Всем нужно срочно, видишь? Оружие мне не очень. А мне каждый день к центру зоны мотаться. Принеси мне что-нибудь помощнее, хотя бы АЭС-вал. Коллиматорный прицел к нему, новый десяток фосфорных палок в довесок. Палки у военных есть, они ими ночью мутантов отпугивают. Мне бы тоже пригодились. Такое эффективное средство. Если нарвался в сумерках на монстра, то выкладываешь вокруг себя осветительное заграждение, и мутанты отступают. По кумеке с майором Кузнецовым, поможи к невредной. Глядишь, и я тебе кое-что полезное сообщу. Ну ладно, найду тебе пушку помощнее. А чё её запоминать, жену-то? Ха-ха-ха, так. Тень Монолита тут пишет впервые, кстати. Неверные, покайтесь. Ваши никчёмные попытки проникнуть на нашу территорию бессмысленны, обречены на провал. Не пытайтесь остановить нас на пути распространения силы великого Монолита. Ой-ой-ой. Ладно, пошлите... Кузнецову за фосфорными палками. Надеюсь, веса у меня хватит. Так, тут не надо разговаривать. Хочешь пройти? Иди сюда. Говорить будем. Не отвали отсюда по-хорошему. Так, вроде не надо. Открылся. Хочешь пройти? Иди сюда. Говорить будем. Не отвали отсюда по-хорошему. Майор, почему ты мне раньше не рассказывал про отпугиватель мутантов? О чём это ты? Речь идёт о фосфорных палках. Я слышал, это очень эффективное средство против ночных монстров. Мне бы они пригодили штук так десять. А, ты про осветительное заграждение? Да, мы сами недавно до такого додумались. Как раз после нападения злополученного кровослуса. Мутанты почему-то боятся свечения от палки. Возможно, оно похоже на какой-нибудь артефакт или аномалию. Подожди-ка минутку. Ага, судя по твоему рейтингу, ты уже опытный сталкер. Ветеран зоны. Пойди, держат. Накопил достаточно. Отдам палки за десять тысяч. И это я сегодня ещё добрый. По-божески, так сказать. Тебе, как первому покупателю, парочку сверху накинул. А что? Хороший бизнес может получиться. Недорого. Перевожу деньги. Так, особого задания у тебя нету. Ничего больше нету. Так. О, мне надо дальше водку. Всё, отдал. Так, и перегружим. А на сколько перегружим? А, тут на чуть-чуть совсем. Всё равно перегружим. Отлично. А теперь всё нормально. Вот видите, не отдал бы водку. Всё, взяли бы и расстреляли. И даже на заслуги мои бывшие не посмотрели бы. Ладно. Давайте посмотрим, что там за палки-то фосфорная. Пятаж тут. Небольшая фосфорная палка служит для дополнительного освещения. Время освещения около двух минут. Активируется выбрасывание на землю. Кстати говоря, как можно заметить, я заранее подготовился. Я свал. Раздобыл и коллиматор Кобра. Теперь осталось поговорить с проводником. Меченый принёс. Да, держи свой ствол. Ну что ты хотел мне рассказать? Ну важно. Доброе оружие. Слушай сюда. Доктор в тайнике группы Стрелка. Если ты тот, за кого себя водаёшь, то место знаешь сам. Есть тот прямой путь на Агропром. Сейчас тебе дорогу. Через дорогу перейдёшь за ферму. Мимо тоннеля по железной дороге. Видишь два валуна. Между ними тропка. Нехоженая. Прямо к подземелью тебя выведет. Удачи тебе. Спасибо. Папаша. Так, я тут колоду карт собираю. Да вот несколько карт не хватает. У тебя нет случая. Повезло тебе есть. Я нашёл у завода росток. Спасибо. Как это так ты даёшь, блядь? Сталкер сделал себе музыкальный мешок, блядь. Ладно, отправляюсь дальше по заданию. Ну что ж, я на свалке. Но на свалке я совершенно не по заданию, а по одному очень важному сообщению. Я установил себе правочку. Называется фото со спутникой. Заключается она в следующем. Чтобы долго не мучиться с заданием тихой охоты и фотоохота, просто устанавливайте себе эту правку. И где на локации находится монстр. О, видите. Всё фотографируется. Ну вот у меня пока что тут только псевдособака сфотографировалась, больше ничего нет. Ещё фотоаппарат себе вмещает 80 SD-карт. Сначала было 10, теперь 80. Видите, отлично не си фото, а ещё следующего. И вот таким способом я выполню оба этих многострадальных задания. Чтобы долго не мучиться. Потому что по нормальному тихую охоту то же самое выполнить я смогу только чуть ли не под конец старого сюжета. А это ещё довольно-таки далеко. А эти квесты довольно-таки большие. И как-то на них особо уделять внимание не хочется. Вот так вот. Ссылку на правку вы можете найти под первым видео. Там же можно и найти другие не менее интересные правки. А ссылка на видео находится под описанием этого прохождения. Вот так вот. Ну что ж, отправляюсь тогда к Захару. Как только выполню эти квесты. Точнее квесты, как только выполню тихую охоту, так сразу встретимся у него. Ну что ж, нафотографировал я мутантов. Сейчас вам даже покажу. Вот фотоохота выполнена полностью. И тихая охота тоже выполнена. Так, ну фотоохоту Сидоровичу сдам чуть-чуть попозже. А тихую охоту сдам прямо сейчас за храмом. Как дела, охотничьи? Так, мне удалось кое-какого сфоткать. Краусался, было опасно, но я это сделал. Отлично, держите факт. Так, собаку. Глупая псина, даже не догадываюсь, что я снимаю. Вот так вот. Плоть. Эти свинки такие пугливые, еле заснял. Псевдособаку. Этот пес помотал мне нервы. Так, бюрера. Они совсем не любят фотографироваться. Кое-как уговорил. Кота, быстрый, чертин. Но я быстрее. Химеру. Этот мутант хорошо выглядит на фотках. Вот сейчас на обложку журнала о природе зоны. Контролер. От псевоздействия чуть с ума не сошел. Излома. Ты знал, что они постоянно матерятся? Но это, по-моему, ни для кого не секрет. Псевдогиганта. Неповоротливая туша, ничего особенного. И тушканчика. За этими маленькими грызунами не угонишься. Вот так вот. Получили кучу всяких интересных артефактов. Чешуя, титановый колобок, электрический дикий образ, пустышка, бусы. В основном слезы электры. Понадавал нам, Захар, стукнуть бы тебе монтировкой за это. Вообще, пять слез Химер дал. Зачем они мне? Только на продаже, наверное. Ладно, разберемся. Так, теперь, наверное, буду разбираться с заданием, которое нам, так сказать, дал Боров. Узнать имя сталкера, о котором говорил Боров. Ну что ж, давайте тогда отправляться к тому месту, так сказать. Сейчас я все подробнее расскажу, что к чему. Давайте внимательно посмотрим на вот эту фотографию. Вот очень даже интересно, да? Так, теперь находим этот КАМАЗ. Вот он, КАМАЗ. Ну, как можно заметить, КАМАЗ выглядит немножко по-другому, чем на фотографии. Он такой более ржавый, более длинный, что ли, можно сказать. Ну, короче говоря, не тот вообще. Не тот. И тут, как бы, ничего, никаких записок нету. Ну, зато и злом имеется. Здесь ничего нету. И здесь соответственно. Но секрет заключается в следующем. Я не зря обратил внимание на фотографию. Потому что, если мы выйдем за дикую территорию, то я вам покажу, в чем заключается секрет. Ну что ж, я на дикой территории. И, казалось бы, в чем необычность фото? В чем загадка заключается? А, вот сейчас все это покажу. Так. Опа. Дерево спасло меня. Немножко. Так. Убираемся сюда. И что мы видим? А видим КАМАЗик. Точно такой же, как и стоял там, но немножко другой. А почему немножко? Потому что он имеет записочку. При себе. Теперь нужно встретиться со Сталкером. Давайте посмотрим, что в записке. Так. Это инструкция для костюма. Курсовка Борово. На помятом листе бумаги написано одно слово. Котовик. Бегемот. Фига себе. Так. Инструкция. Кстати говоря, вот этот вот костюм очень нам потом пригодится. Он очень хороший и получше, чем наш кевлауровый экзоскелет класса С. Поэтому будем собирать постепенно. Ну что ж, теперь давайте отправлюсь я с Дикой Территории в бар и встретимся и поговорим с этим кота Бегемота. Ну что ж, я уже плали. Тебе сюда нельзя. Так. Держать церат и как можно заметить тут появился кота Бегемот. Кстати, кто там по рангу? Опытный. Ну что ж, давайте тогда с ним поговорим. Здорово, котопёс. Ты за языком-то приглядывай, сталкер, а то он тебе уже по полу вволочится. Как шнурки по болоту. Откуда столько сарказма в одном человеке? А ты, хлопец, хамит, завязывай, языком не ляпай. Будь проще, люди к тебе потянутся. Ладно, ладно, сдаюсь. Я к тебе по делу вообще-то. Дела у прокурора. А у тебя так делишки детишкам на молочишко. Выкладывай, что у тебя. Слышал я, ты обладаешь кое-какой информацией по универсальному биорадару. Ты чего, самогона со свелклы перепил? Брешат люди, не знаю я ничего. Хары восьмёрки, ведь. Ты ведь не зря здесь у науки в пособке тусуешься, вынюхиваешь, поди что, да как. Я ж тебе кажу, шо не знаю я ни про какой био, как ты можешь, шо ты докопался. Я знаю, что ты просто так ничего не скажешь. Любая информация, как и тру, должна быть оплачена, поэтому мы, как люди, имеющие представление о рыночных отношениях и конъюнктуре рынка, в любом случае, договоримся. Если тебя интересует выгода с этого мероприятия, сменяй информацию. Дай мне информацию, я отблагодарю тебя ценным прибором. Ты сам вряд ли будешь заниматься его поисками. Добрый хлопец, вот это деловой разговор. Давай мы сначала тебя проверим, хватит ли у тебя силёнок. Сало с цебулей дома ел, самогон пил, как говорится в одном лозунге. Сало сила, спорт могила. Сало ел, спирт пил, какая ещё проверка. О, теперь бачу, хлопец нашего села. Если найдёшь мой тайник, тогда по рукам, а если не справишься, тогда быть... Выбачей. Я какого-нибудь другого искателя приключений найду. Ладно, говори, где тайник. Тут недалечие, есть дикая территория. Пойдёшь туда и найдёшь мой тайник за разбитыми воротами. Что в тайнике можешь себе оставить? Тоже мне тайник. Ща вернусь. Ну что ж, отправляемся тогда на дикую территорию. Ну что ж, я уже на дикой территории. Давайте я вам покажу тайник какого-то бегемота за разбитыми воротами. Опять приходится взбираться на вот эту вот конструкцию, потом на крышу здания. Так, сейчас упаду. Это будет довольно-таки плохо. Так, потом вот на эту крышу. Потом на трубу, на забор. Ну, короче говоря, как доставали тот тайник из трубы, и всё в принципе то же самое, только здесь тайник немножко в ином месте находится. Так, сюда. Здесь лучше не прыгать, не рисковать. Вот так вот аккуратненько пройтись, и всё. Как снорши где-то тут орудуют. А вот разбитые ворота, и сюда мы проникаем и забираем тайничок. А что тут мы видим? Перчатки модернизированные, и куча эмбрионов, тушканы, контролёра, полтергейста, псевдогиганта, плоти, зомби и дикого кота. Вот так вот. Ладно. Кота-бегемота мы вернёмся, но чётко попозже. А сейчас отправлюсь я на янтарь. Итак, я уже на янтаре, и как можно заметить, долговцы собрались охранять бункер на янтаре. Так вот, это очень даже хорошо. Это даже отлично. Привет, нашёл я тайничок, там дневник был. Он потёрся больно здорово, так что прочесть написанное довольно сложно. Единственное вот здесь, в одном месте, про какого-то человека сказано. Найдёшь его на армейских складах, недалеко от базы свободы. Дай-ка мне, почитаю. Ага, и правда ничего не понять. Послушай, меченый, ты пока сходи в бар, поспрашивай, я поколдую над дневником. Может, и смогу больше прочитать. Ладно, мне и самому в барна, так бармену дело есть. Опять же, прикупить кое-что не помешало бы. Надеюсь, ты сможешь разобраться, что к чему. Так, и кейзик. Приветствую на нашей научной базе. Сахару вернуть. Добрый день, академик, принёс я документы. Давайте посмотрим, что именно вы принесли. Держите. Да, точно, это то, что мы искали. Вот и отметки начала пути на Агропром. Отметьте у себя, пожалуйста, поможете ещё? Ну, а что требуется? Некоторое время после вторичного выброса несколько групп учёных продолжали работу в секретных лабораториях. Их наблюдения и выводы очень бы помогли в процессе познания аномальности зоны. Если сможете, попробуйте проверить лаборатории X-18, X-16 и лабораторию на радаре X-10. Судя по отрывочным сведениям, уцелело несколько записных книг и черновиков. За плату не беспокойтесь. Если рецепт получения артефакта плёнка, он будет ваш. А выводами поделитесь? Хорошо. Заходите ещё. Ну что ж. Не можете выполнять задание, это ваша проблема. Диагноз энцефала. Энцефалопатия ещё никто не отменял. Надо будет узнать, что это такое. Я даже не знаю. Блин. Энцефалопатия. Интересно. Ладно. Отправляюсь я на поиски костюмчика ската-15, который... для которого нам дали инструкцию. Сначала найдём костюм, потом будем искать апгрейды, и поверьте, костюмчик очень даже годный. Получше, чем наш будет, как я уже говорил. Ну что ж, отправляюсь тогда на поиски. Ну что ж, сейчас я вам покажу, где находится экзоскелет новейшей разработки, на инструкцию которого нам дал Аким. Называется он скат-15, кстати говоря. Энцефалопатия. перед этим я расскажу вам про энцефалопатию, если ещё правильно, конечно, сказал. Потому что сообщение от Архары, если не можете пройти задание, то диагноз энцефалопатии никто не отменял. Так вот, это заболевание головного мозга, которое проявляется в нескольких формах, так сказать, развития. Вот так вот. А теперь давайте покажу, как можно заполучить тайник. Так. Нужно запрыгнуть на вот этот вот трансформатор, потом сюда и перепрыгнуть уже на крышу. Так. Блин, что-то я соскальзываю, как-то. Кстати говоря, есть и другой способ. Можно запрыгнуть на дверь. Из двери уже как-то сиганой, только хренов знает, как туда прыгать. О, всё, забрался. Вот он. Скат. Прототип армейского скат 15М и смотрим на характеристики. как можно заметить, по всем показателям он лучше, кроме пулестойкости. Тут пулестойкость 15, а тут 50. Но если мы найдём апгрейд, я вам покажу, где вот можно найти первый апгрейд, который находится на дикой территории, то у нас пулестойкость благодаря этому апгрейду повысится. Ещё вроде переносимый груз. Вот так вот. Но для начала найдём первый трактат, который находится в лаборатории их 16. И сейчас вам покажу, где его можно найти. Ну что ж, я уже в лаборатории и искать тут особо долго не пришлось. Вот он, трактат, забираем его. Даже можно посмотреть, что это такое. Записная книжка, полная формул и таблиц. Так, а теперь смотрим. Научные трактаты. Сахаров просит проверить в лабораториях 16, 18 и 10. И принести все рукописи и книги, которые там будут. По предварительным данным X18 книга должна быть в комнате с холодильником. В X16 книга может быть в помещении, где в последний раз выходил на связь призрак. А в их 10 записная книжка может быть возле головного пульта. Ну это, по-моему, сразу прямые наводки на эти трактаты, поэтому долго тут искать не приходится. Ну что ж, теперь, наверное, отправлюсь на дикую территорию, покажу, где искать апгрейд. Первый апгрейд для нашего костюма. Ну что ж, я уже на дикой территории, и опять мы взбираемся на эту конструкцию. Потому что, судя по описанию, апгрейд находится на крыше одного из вагонов. Вагончики, вот они. Так, новая акция. При одновременной покупке двух калашей, 800 патронов к ним, трех пистолетов Макарова и шести обоим каждому, а также 20 антирадов, 18 аптечек и 7 гранатов. Пинт вы получаете совершенно бесплатно. Блин, надо не опоздать, самое главное, а то акция, наверное, долго не протянет и быстро закончится, наверное. Товара не хватит. А вот он, кстати говоря, апгрейд. И давайте посмотрим. Так, переносим игру 150. Полеостойкость 15. Делаем апгрейд и полеостойкость 55. И 160 килограммов мы переносим. Ну все, теперь можно вот этот костюмчик положить в тайничок, а вот с этим теперь мы будем в основном ходить. Вот так вот. Ну что ж, теперь отправляюсь в бар. Будем разговаривать с котобегемотом насчет его тайничка и получим наводку у нас в следующий тайник. Перед тем, как идти к котобегемоту, решил заглянуть в Петренко, чтобы взять у него один интересный попутный квест. Так, есть задача. Требуется твоя помощь. А что требуется? У Сахарова есть несколько экзоскелетов. Я договорился с ним обменять парочку на редкий артефакт. Поработаешь курьером? Рецептик с меня. Недалеко осмотаюсь. Я этот квест вообще должен был давненько взять, но что-то я про него забыл. Поэтому как-нибудь потом сходим. Здорово, командир. Вопросец к тебе есть. Не до вопросов и ответов мне сейчас. А что стряслось? Звание высокое, постоянно сыт, пьян. Чего еще желать? Есть причина. Не смертельная, но достает меня иногда. Ты навряд ли сможешь мне помочь. Дело давно было. Я еще тогда лейтенантом зеленым был. Но хочу тебя попросить. Ты же все равно по зоне мотаешься, вдруг где увидишь. Была у меня подруга боевая. Да нет, не баба, лучше. По крайней мере не изменит. После боя меня частенько выручало. Да только обронила я ее в походе. Дырка в кармане образовалась, а зовут ту подругу фляжкой. Именная была. Мне ее еще на большой земле командир подарил, когда в Чечне воевал. Да где ж в большой зоне фляжку-то найдешь? Да еще и твою. Зацепка есть маленькая. Спросил Долговязого в баре. Дошли до меня слухи, что ему кто-то пытался какую-то именную фляжку продать. Ладно, облегчит задачу. Благо, что ходить далеко не придется. Нашел я твои ворота. Проще простого. Вот цель дуже добрая. Доставай свой ежедневник. Не лови гав, а записывай. Как только образовалась зона, она начала порождать невиданных и ранее тварей, которые стали представлять угрозу не только внутри закрытой территории, но и для нашего мира. В этот период запустили научный проект Пеллинг. Суть его заключалась в том, чтобы собрать группу ученых радиобиолога, генетиков, физиков, ядерщиков, геологов, физиков, уфологов и инженеров радиоэлектронщиков. Отправили их в зону для изучения этих животных, отбору у них образцов ткани, биологических жидкостей и фиксаций данных на определенные носители для того, чтобы впоследствии создать уникальный прибор для индификации этих мутантов. Их позиционирование миграции и назвали этот прибор универсальный биорадар. Он способен определять любой вид мутанта, независимо от того, когда произошла мутация, до создания прибора или после. Так как индификация существ происходит за счет определения прибором атомного состава вещества в пределах радиосодействия. Да, умно. И где мне можно приобрести этот девайс? У кого отобрать? Вот я ж тебе и кажу, их отправили в шоп собрать информацию для создания этого прибора. В данный момент его нет, его нужно собрать. Собрать? Что я на радиоинженера похож? Не, совсем не похож. Но дело в том, что когда эта группа отработала нужные вопросы, все данные образцы были собраны. Они уже намазали пятки салом и собрались покинуть зону для проведения дальнейших опытов и создания прибора вне радиоинженера в Москве. Но этот момент произошла перестрелка между монолитом и военными и вертолет с группой ученых был сбит и потерпел крушение в районе ЧАЭС. Судьба всех ученых до сих пор неизвестна, но известно одно. Четыре схемы прибора черчешь, описание устройства и инструкция по сборке остались на ЧАЭС. Их последствия были растащены сталкерами по сезоне. Также там были утеряны два рабочих прототипа биорадара, которые показывали только живых людей. Где сейчас все эти вещи мне неизвестно, но ты хлопец ушлый. Поспрашивай народ, может кто и знает, где все это можно найти. А как найдешь, доцент вон, в пять секунд все скидает. Только ему нужно будет еще от каждой псевдоплоти по килограмму псевдосала. Шучу, по одной части от каждого мутанта. Найдешь все, принесешь доценту, и он сделает два экземпляра, один тебе, другой мне. Задал ты мне задачку, половины монстров глаза еще не видел, а ты части. Но деваться некуда, придется заниматься этим вопросом. Приборчик-то нужный в зоне, с ним намного легче будет выживать. Ах да, чуть не забыл. В зону пришла гашня, девчина, кличут ее Людмила. Она ищет своего пропавшего мужа, а я, да, а я думаю, это один из тех ученых. Ты побалакай с ней, может она знает что, по этой новой разработке, еще в качестве аванса за то, что ты и для меня будешь биорадар собирать, я дам тебе наводку на тайник, где лежит весьма полезная для тебя, как для новичка хабар. Ищи тайник в тайнике. Чтоб ты не забыл, я тебе напоминание в ПДА скину. Он не очень сложный, ты его легко найдешь. Макогон облизать не придется. Хорошо, если я встречу обязательно переговорю и за тайник, спасибо. Да и ответь мне еще на один вопрос, а куда ты все это знаешь? Читать люблю. Но вроде в книгах о таких вещах не пишут. Зато в архивных журналах пишут с грифом совершенно секретно. Все с тобой ясно, шпион. И теперь давайте насчет фляжки поболтая. Что-то починить требуется. Здорово, дело есть. Дела у прокурора, а цена на ремонт у меня постоянная, скидок не жди. Наводка есть. Пытались тут тебе фляжку ворованную продать, она мне нужна. Не до балды, ворованная она или нет. Моя цена за услугу 100 косарей, арт-скальп-контролер и еще 10 микросхем для работы. За фляжку? Ты не оборзел ли ты длинный? Короче, за так не прошу, а дать цену поумерь. Не то я стерчаю, ни одна собака в баре тебя не отмажет. Хорошо, скинем цену до 50 тысяч. Вместо скальп-контролера, ты мне принесешь 5 вывертов, а вот 10 микросхем добудешь по-любому. Фляга-то и золото, говорят. А микросхемы поищи вояк, они давно на кордоне передатчики ремонтировали. Старые микросхемы просто выкинули, а вот куда выкидывают, нетрудно догадаться. Ну, слов не хватает, а не маты. Ты вообще откуда такой хитрожоп повзялся, а она в вертолете прилетела, советую попробовать и пешком по зоне прогуляться. Хватит кубиков. Так 20 адреналина и быстро бегать заодно научиться. Ну да, прогулочка от Петрянка до бара затягивается. Однако, да, затягивается она. Найдешь, какие детали для обрыва. Довольно-таки хорошо. Тебе сюда нельзя. Ой, нам даже не знаю, куда можно пойти, сходить. Давайте, знаете, куда, наверное, наведаемся. Сначала на кордон, а потом на агропром. Причем на кордоне есть переход вот такой вот на агропром, причем сразу в подъемку. А он там не нужен. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами на кордоне. Будем блокпост бандитов, ой, блокпост бандитов на АТП бандитов выкосим, блокпост военных зачистим, попробуем найти информацию по гидре и заодно туалет пошарим на микросхемы и еще сдам квест фотоохота. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами на кордоне на кордоне. На кордоне по гидриде по гидриде